Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая сказочная история на ночь. Садитесь поудобнее и слушайте мою новую интересную сказочку, которая называется «Лисица-хитрица». Жил дед и баба. Ничего у них в хозяйстве не было. Одна только курочка-хохлатка. Жили они, жили и дожились до того, что варить-то больше нечего. Вот дед и говорит бабе, баба, а баба, свари, пожалуй, эту, ну, хохлатку, что ли. Замахала баба руками. И что ты, дед, надумал? Уж лучше будем голодные, а хохлатку варить я не дам. Услыхала то курочка, побежала во двор и нашла там бобовое зернышко и принесла его бабе. Говорит дед, вот и хорошо, свари, баба, хоть этот, бабочек. Поглядела старуха на бабочек. Дед мой дед, да какая ж с одного бабочка-то еда? Я для него и горшочка не подберу. Лучше давай посадим его. А как вырастет, испечем целый большой бобовый пирог. А где же мы его посадим? Спрашивает дед. Ну, где-где, в поле. В поле его ворона выклюет. Ну, во дворе, во дворе его курица выгребет. Давай посадим его тогда под палатами в хате. Ладно, согласился дед и посадил бобовое зернышко под палатами в хате. Взошел бабочек и давай расти. Рос, 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 рос и уперся в самое палате. Что нам баба делать, спрашивает дед. Ну, это надо палате разбить. Разобрал дед палате, а боб растет, растет. Вырос до самого потолка. Ну, это что-то нужно делать. Дед, ну, давай крышу разберем. Выглянул бабок на свет. И давай расти еще веселей. Вырос до самого неба. Взял тогда дед мешок, полез по стеблю на небо. Собрал спелые стручки и назад воротился. Обрадовалась баба. Принес дед целый мешок бобовых стручков. Ну, теперь-то мы уж точно пирогов наедимся. Пошелушила баба стручки, высушила бобы на печи, смолола и замесила в дежи на пирог тесто. А тесто подымается и подымается. Лезет оно вон из дежи. Положила его баба на лопату, вылепила пирог, разукрасила разными узорами, чтобы был покрасивее и в печь. А пирог растет и растет, из печи на шесток лезет. Открыла баба заслонку, а он прыг в хату. Из хаты за порог и убежал. Бросились дед с бабой догонять пирог. Да где там? Так и не догнали. Прикатился пирог в лес. А тут навстречу ему рыжая лиса. Схватила она пирог, выяла мякиш, а в серединку шишек напихала. И побежала с пирогом к пастухам. Нашла в поле пастухов и говорит. Пастушки, пастушки, дайте мне бычка-третичка, а я вам за это пирог дам. Видят пастушки хорош пирог у лисы. Желтенькая корочка так и блестит, так и хочется его отведать. Подумали и дали бычка-третичка. Только смотришь, не ешь пока пирог, говорит лиса пастуху, пока я за горку не зайду. Села она верхом на бычка и поехала. И только скрылась за горкой, пастушки и говорят. Сядем на песочке, съедим по кусочку. Разломили пирог, а в нем одни только шишки еловые. Обманула их лисица-хитрица. Едет лиса на бычке. Видит, стоит на дороге пустая повозка. А недалеко человек пашет. Подкралась она тихонько к повозке. Запрягла в нее бычка-третичка. Уселась на мягкой соломке и едет себе дальше. Кнутом бычка погоняет. Приехала в лес. Идет ей навстречу волк. Набегался, уморился, еле ноги волочит. Куда, кума, идешь? Спрашивает. За тридевять земель в тридевятое царство. Зачем? Там, говорят, столько кур, что и коршуны их не клюют. А бараны в том царстве водятся? Облизнулся волк. Да там и хоть пруд пруди. Ой, лисичка-сестричка, а возьми меня с собой. Подвези хотя бы это мой хвост. Что ж, один хвост везти? Садись лучше весь ты. Сел волк, едут они дальше. Едут, 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 едут. А куда они приедут, мы с вами узнаем только завтра. И будем читать завтра с вами продолжение этой интересной, замечательной истории. А сейчас садитесь поудобнее, мы будем с вами смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной, разноцветной ночи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok